Спасибо огромное, вижу, что видно-слышно. Если кому-то не видно-не слышно, ну пожалуйста, перезагрузите. Спасибо огромное, я вас всех рада приветствовать в наше вот такое не совсем спокойное время, поэтому я желаю всем всё-таки психологической устойчивости, здоровья, ну и самое главное, вот внутренней такой гармонии и уверенности в себе. Итак, мы сегодня, вот тема заявленная, неоднократно она вот как бы просили меня по этой теме сделать обзор, мы это делали уже не один раз, я не знаю, расскажу ли я вам сегодня, ну как бы Америку открывать не собираюсь, я хочу, чтобы мы систематизировали наше знание по финансовой грамотности. Так, видно-слышно, спасибо огромное. Итак, что у нас с нормативной базой? Мы всегда с этого начинаем, потому что когда-то на самом первом вебинаре на эту тематику вот очень хотели преподаватели всё-таки увидеть, на что им опираться в своих, скажем так, разработках, на что ссылаться. Ну, давайте очень кратко, если по нормативке пройдёмся, то и по опыту реализации вообще программ. У нас с 2011 года по 2019 год на территории Российской Федерации реализовывался проект Минфина и Банка, Всемирного банка о повышении финансовой грамотности. И в рамках этого проекта было разработано огромное количество различных учебно-методических пособий, различных практик, игровых практик. И вот с 2017 года, да, вы видите, с сентября я начала документ. Это то, что сейчас действующее, да, у нас есть утверждённое уже на уровне правительство, не просто Минфина, а правительство Российской Федерации, стратегия повышения финансовой грамотности на 2017-2023 год. Обратите на пункт 2, я обновила дорожная карта, здесь уже именно реализация второго этапа стратегии. На первом этапе мы с вами знаем, что у нас в прошлом году, да, в июле месяце для школ, это актуально, что были приняты новые в ГОС по двум уровням образования, это начальная школа и средняя школа. Ну и в этом году вот в дорожной карте написано, что будут пересмотрены в ГОС именно с точки зрения включения финансовой грамотности. Я здесь сегодня буду общаться вот и упоминать все стандарты. Мы говорим об обязательном включении финансовой грамотности в образовательные стандарты. То есть здесь у нас с вами сейчас в образовательных стандартах, это начальная школа включения, в какие предметы, я думаю, мы с вами уже обзор делали, это окружающий мир и частично математика, и в средней школе это что у нас, математика, география и общество знания. Ну и если мы берем старшие классы, мы об этом сейчас чуть позже тоже будем говорить, то как раз таки вот в этой дорожной карте, почему я о ней заговорила, есть именно план включения и в... Коллеги, итак, продолжим обзор. Если что, сигнальте прямо в чат, хорошо, если не видно, не слышно. Ну, попыталась я выйти с мобильной связи здесь сейчас, поэтому без видео. Пишет мне, что не очень стабильное присоединение. Итак, смотрите, мы с вами по стандартам. У нас обязательное включение компетенции. Я видела сегодня много педагогов среднего профессионального образования у нас в чате. Есть для среднего профессионального образования у нас отдельно компетенция. И у нас вот здесь, смотрите, для СПО педагоги это седьмой пункт, это методические рекомендации по включению основ финансовой грамотности именно в программу СПО, метод рекомендации, разработанный Министерством образования и в 2019 году, и Банком России. И у нас для ДО, да, то есть для дошкольных образований в стандарте у нас нет обязательного, да, то есть ссылочки, что мы обязательно куда-то в какой-то раздел образовательной программы включаем, но у нас есть методические рекомендации, пункт шестой для педагогических работников по включению именно экономического воспитания дошкольников, да, основ. Это тоже метод рекомендации на сайте, вот здесь ссылочка, Министерство просвещения. И, ну, как бы вот для ВУЗов у нас есть стандарты в ГОСВО сайт, и для ВУЗов у нас есть универсальная компетенция, точно так же, как и для СПО, она одна будет для всех, и об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Я здесь тоже видела педагогов ВУЗов, кто подключился. Я не хочу сегодня брать на себя, как бы, ответственность, да, и говорить о том, что я вам идеально расскажу, как включать финансовую грамотность и какие методические подходы. Я сегодня хочу с точки зрения, ну, такого, как бы, систематизации вот информации. То есть у нас с вами уже есть на уровне страны разработанные практики, апробированные, и сегодня мы о них поговорим, но я бы хотела начать с финансовой грамотности, общего такого понятия, что это все-таки не какая-то академическая, да, программа финансовой грамотности. Мы говорим о финансовой грамотности, как о нашей жизни, ежедневной жизни, да, вот начиная с нашего рождения и заканчивая, вот, уходом из жизни, нас всю жизнь сопровождает именно финансовая грамотность, ну, или, как говорят, деньги, да, или финансовые цели. Так, прошу прощения, что-то у меня здесь полный коллапс. Просигнайте, пожалуйста, я еще в эфире огонечками, если можно. Забивают меня. Спасибо большое. Итак, смотрите, я не стала рисовать свои картинки, не сильно в этом, честно вам признаюсь. Я взяла из презентации Банка России, на сайте Ассоциации финансовой грамотности есть вообще отдельный курс по финансовой грамотности. Изображение я убрала, а звук, ну, мне только что сигналили, есть. В эфире я? Еще раз, коллеги, ну, приношу извинения, может быть, да, то есть слышно, видно. Спасибо огромное. Итак, смотрите, говоря о финансовой грамотности, мы рассматриваем ее на протяжении всей жизни. И почему все-таки включили в программу образования, да, то есть давайте вот вернемся к этому, почему включена в программу образования финансовая грамотность? Мы говорим об этом именно, так, сейчас я указочку подключу. Вот смотрите, мы с вами, как педагоги, да, мы вот здесь, это детство, учеба, и те, кто вузовские педагоги, ну, вот от 18, там, примерно, до скольки, до 22, да, ну, я сейчас так грубо беру период, это студенческая жизнь, ну, большинство населения. Вот мы с вами на этом этапе, почему мы, как бы, включили нам именно в обязанности преподавать финансовую грамотность, потому что, во-первых, вообще вот как финансовое образование не только у нас в России, а вообще в мире началось, ну, как бы, с двухтысячных, да, годов, вот именно в нашем веке проблема. Проблема в чем? В том, что у нас с вами, сейчас сформулирую, да, то есть мы с вами живем в век информации, это информации очень много, это информация, мы сейчас на стыке цифровой, да, перехода полностью в цифровую жизнь, то есть все наши финансовые услуги, в принципе, уже в большинстве случаев перебрались в цифровой мир, то есть они все оцифрованы, и дальше будет только больше, да, то есть цифровизация, она, ну, вот как бы ускоряется. Поэтому нам с вами очень важно, вот на уровне сейчас дошкольного образования от пяти, да, где-то лет рекомендации Минпросвещения до выхода ребенка во взрослую жизнь, это будет до окончания школы, создать вот эту базу, ну, таких, скажем так, мало того, что просто правильных ценностей, но еще базу грамотного обращения вот с этими финансовыми услугами, ребенок с этим начинает сталкиваться, ну, скажем так, с момента появления телефона, да, у него появляются персональные данные, а мы сейчас с вами знаем, что к персональным данным у нас, так, коллеги, ну, секунду, еще можно вы мне будете время от времени огонечком сигналить, чтобы я понимала, в эфире я или нет с моей связью. Итак, смотрите, мы с вами даем вот эту базовую основу. Понятно, что ребенок приходит из семьи, и здесь многие методические рекомендации и учебно-методические комплексы, они опираются и на семейную ценность. Спасибо огромное, коллеги, за обратную связь. И на семейные ценности мы ни в коем случае, да, многие, я знаю, педагоги боятся, что, а что скажут родители, будем ли мы навязывать какие-то установки. Я думаю, что это за рамками, скажем так, образовательных организаций. В рамках образовательной деятельности мы как бы сообщаем, да, то есть мы говорим, какие есть знания, какие есть ценности, а в рамках уже семьи принять эти знания, либо продолжать, ну, как бы, свои установки. Но я думаю, что в совокупности вот этот путь мы сейчас с вами, вот посмотрите, пожалуйста, на этот путь человека, и сами для себя, вот подумайте, вот когда мы доходим до пенсии от государства, да, ну, сейчас как бы это 60-65 лет, то, ну, вот этот переходный период, и то еще неизвестно, да, сейчас тоже объявлено, что очередная реформа пенсионная будет, и может быть даже вот в этом году объединят пенсионный фонд и социальный фонд, ну, пока непонятно не было, как бы, были только вот такие, как бы, заявления со стороны государства об изменениях в этой сфере, там все время меняется. Но, смотрите, мы все хотим, в принципе, дойти вот сюда до пенсии, чтобы у нас было не просто свободное время, да, на пенсии, а чтобы у нас были накопления. И, в принципе, вот вся основа финансовой грамотности, если на нее посмотреть вот так комплексно, да, за всю жизнь человека, то это именно установки, ну, как бы не установки, а знания, как дойти вот до этой пенсии, ну, скажем так, финансово свободным человеком, чтобы мы не опирались только на пенсию от государства. Вы видите, что государственная пенсия – это только малая часть, и вы, в принципе, каждый из вас сейчас можете зайти на сайт пенсионного фонда, скачать свой лицевой счет и уже увидеть, сколько баллов вы накопили, умножить это на стоимость балла в 2022 году и понять, какой примерно пенсию вы сможете в будущем получать от государства. Но в то же время посмотреть и на демографические проблемы и понять, что пенсия увеличиваться государственной не будет, а значит, нужно увеличивать свои знания, умения, навыки в управлении своими личными финансами и не просто зарабатывать деньги, а уметь их что? Сохранять и приумножать. Это очень сложно, особенно, ну, как бы в России, это очень сложно, я вам, ну, как бы говорю и на своем опыте, но тем не менее это возможно. Тем не менее это возможно и возможно, в принципе, при любом уровне дохода, если человек обладает именно знаниями о финансовой грамотности. Я думаю, что по ссылке вы сможете пройти, эта презентация вам пригодится, посмотрите общую, как бы, цель. Но суть, вот почему я взяла вот этот жизненный путь человека, потому что ситуация, в принципе, по финансам у нас не очень веселая, да, то есть по личным финансам граждан России, по уровню финансовой грамотности, несмотря на обследование, что у нас все-таки есть, достигнут там уровень где-то Россия примерно там на девятом месте в мире по уровню финансовой грамотности, но вот по знаниям, но вот применение этих знаний на практике у нас очень сильно отстает, и я думаю, что эту тему сейчас поднимают и для педагогов школьного образования, старшеклассников актуально, да, потому что в этом году международные исследования ПИЗа, в которых вы участвуете, и там функциональная финансовая грамотность в том числе будет проверяться, я думаю, что здесь вы присутствуете на разных вебинарах, которые ведутся на федеральном и региональных уровнях, но что я хотела сказать, посмотрите, пожалуйста, еще раз напомню, просроченная кредиторская задолженность просто физическим лицам приблизилась к триллиону рублей, ну вот здесь на 1-е, 10-е, 21-го года я поднимала статистику, о чем это говорит, вот как раз-таки об актуальности финансового просвещения, финансовой грамотности для всех граждан, потому что у нас граждане, несмотря на то, что конец 90-х, МММ и все остальные финансовые пирамиды вроде бы прошли, да, должны быть научены многие семьи на своем горьком опыте, скажем так, но нет, у нас все равно в прошлый год вспоминают... ...не просто проверять надежность финансовой организации, куда они несут свои деньги, а вот этот подход финансовой грамотности, какой уровень сейчас средней доходности существует, чтобы можно было эту доходность получить, то есть люди почему-то верят в сверхдоходности, о том, что можно зайти на тот же фондовый рынок и там, я не знаю, 20% в месяц получать, да, это, конечно, сказки, это хорошо, это был 20-й год всплеска роста на фондовом рынке, но сейчас, как и любая жизнь, имеет циклы, на фондовом рынке тоже есть свои циклы, и кризисы, и черные понедельники и так далее. И вот, например, в этом году, январь уже и весь февраль у нас коррекция на рынке, да, то есть и она еще будет продолжаться, но люди продолжают верить. Почему? Потому что мы с вами не обладаем основами вот этой финансовой грамотности, личной финансовой грамотности. И многие педагоги боятся преподавать финансовую грамотность именно от того, что видят пробел в своих личных финансах. С чего бы я начала, да, говорить о финансовой грамотности, ну, это так, общее определение, я бы все-таки, ну, вот такой мой подход, да, я знаю, что я здесь не претендую на какую-то истину в последней инстанции, но вот исходя из своего опыта и своей практики, я бы шла вот по такому пути, чтобы проверить, во-первых, свой уровень компетенции и понять, а что же я хочу и с какой позиции я буду преподавать финансовую грамотность. Ну, то есть, во-первых, ну, нас с вами, как любого педагога, да, это все-таки проанализировать или, ну, провести аудит своих компетенций в двух направлениях, это по финансовой грамотности и педагогических, и понять, а где же у меня пробелы, то есть вот вернуться на этот жизненный путь, который я сегодня там с вами привела, рисунок от Банка России, да, то есть жизненный путь, и понять на этом жизненном пути потребности, на каждом отрезке жизненного пути потребности человека, как удовлетворять эти потребности, то есть понять, как планировать доходы и расходы, то есть идти к личному финансовому планированию, и не просто с теоретической точки зрения, а просто действительно взять свои финансы, просмотреть, проанализировать, понять, где у меня проблемы в моих личных финансах, чего я не знаю, И как я могу это повысить? Как повысить? Сейчас не обязательно платить огромные деньги за образовательные курсы. Мы говорим о том, что финансовая грамотность и финансовое просвещение у нас на уровне вообще страны. В принципе, если захотеть, можно найти курсы. Ну, как пример, да, вот я вам, так, сейчас найду, не найду, курсы, вот, ну, давайте ссылочку кину по личным финансам. Это я так, навскидку, вот, на Курсере, да, вот я здесь выборку сделала управление личными финансами. На сайте Ассоциации финансовой грамотности, например, если вы зайдете в раздел, сейчас я вам скажу, в раздел волонтеры, зарегистрируетесь, допустим, как волонтеры, вы можете подключиться к курсу от Ассоциации абсолютно бесплатным курсом по финансовой грамотности, именно по личным финансам, то есть понять, на каком уровне у вас, вот, вот уровень личных финансов. Теперь, если касается педагогов, курсы повышения квалификации, ну, вот, я вперед забегаю, вот, если вдруг еще все-таки обрыв будет на линии, я вам бросаю сейчас ссылочки методических центров, мы об этом поговорим. Там есть уже курсы повышения не только по финансовой грамотности, но уже с точки зрения преподавания финансовой грамотности. И, кстати, методический центр высшей школы экономики сейчас вот буквально с конца февраля по март набирает курсы для педагогов-предметников, можно через сайт зарегистрироваться, можно выйти на свои региональные центры и зарегистрироваться через них, подать заявки на повышение квалификации для, ну, там, для всех уровней образования, в принципе, школа, СПО. А вот вузовские педагоги могут повысить свою квалификацию, следите за федеральным методическим центром МГУ, но об этом я еще сегодня поговорю. Итак, смотрите, когда вы проверили уровень своих компетенций, вы поняли, где у вас есть пробелы, чего вы не понимаете в формуле денег, да, то есть заработать, сохранить, приумножить, вот где здесь у нас проблема, где проседание. Идем, повышаем свою грамотность и изучаем личные финансы, управление личными финансами, поднимаем рамку компетенций, тоже на нее ссылка у нас будет в презентации, если вы скачали, я думаю, вы уже нашли эту ссылочку. То есть смотрим на какие компетенции, в какой области у нас проседают и подтягиваем, да. И с точки зрения педагогических компетенций, ну, у всех есть, я думаю, что педагогическое образование базовое. Здесь вы, может быть, даже лучше меня знаете, как повысить свои компетенции. Или идем и повышаем компетенции по программам для педагогов. А вот когда мы подходим к разработке своей программы, уже внедрения, да, то есть финансовой грамотности в ваш образовательный процесс, то я бы рекомендовала, ну, как бы, как у нас говорят, знания, умения, навыки, да, то есть я бы рекомендовала, и здесь уже чисто со своей точки зрения я так упрощенно написала эти вопросы, то есть ответить на вопрос, а зачем я буду учить финансовой грамотности. Ну, то есть здесь цели могут быть разные. Например, ну, так, утрирую, вот заведующий там или директор сказал, что все, будем внедрять финансовую грамотность. Понятно, педагог сказал будем, и, ну, как под козырек, да, что будем. Но вот с этой позиции многие педагоги, ну, хорошо, будем внедрять, и пошли искать разные ОМК. То есть ответьте себе на вопрос, вы хотите реально действительно разработать какой-то глобальный курс и, ну, научить, чему вы хотите научить детей вот на этом отрезке от, там, 5 до 18 лет, ну, в зависимости, в какой вы структуре образования находитесь, то есть на каком отрезке образования детей вы находитесь. И вот здесь честный ответ на этот вопрос, зачем, да, он сразу вашу цель, то есть она будет более глобальной, вы будете разрабатывать действительно программу, либо вы будете просто внедрять какие-то элементы финансовой грамотности в свою программу, ну, чтобы они у вас были. И тогда уже второй вопрос, чему я буду учить, он выходит из вашей этой цели, то есть вы просто кратко себе разбиваете вашу цель на задачи. То есть это в зависимости от того, будет комплексный курс, ну, например, в дошкольной организации вы двухгодовой будете курс реализовать в соответствии, допустим, с метод-рекомендациями, то есть для детей отдельно 5-6 лет и 6-7 лет, либо у вас просто будут элементы, а не в основной программе, а вы будете элементы в различных направлениях внедрять, ну, как бы частично, ну, что-то там в основную программу, что-то вы включили, там, я не знаю, физическое развитие, речевое развитие и так далее. Ну, то есть все будет зависеть от этой вашей цели. То же самое для школьных педагогов. Вы как предметник здесь выступаете, вас волнует только вот ваш отдельный предмет, либо вы хотите, как, допустим, классный руководитель, или у вас вы хотите какой-то там кружок открыть или доп. занятия создать по финансовой грамотности. Вот исходя из вашей цели, вы уже подбираете себе задачи, да, то есть чему вы будете обучать детей финансовой грамотности. И только когда вы определились и ответили на первые два вопроса, то есть зачем и чему я буду обучать, то есть поставили цели и расписали задачи, это, в принципе, да, у нас любая рабочая программа из этого состоит, ну, как бы, если мы подходим к этому более осознанно, то тогда вопрос как уже самый простой. То есть почему? Потому что методик масса, игр, различных пособий, я не знаю, там онлайн всяких интерактивов, их очень действительно на самом деле много. И тогда вы под свои задачи уже подбираете методики, инструменты, и ваш, как бы, ну, вот такой пазл, он сложится. То есть цель, задача и методики, ну, как у любого педагога. Скажите, пожалуйста, можно у вас получить обратную связь? Вот в чем у вас возникают трудности, да, то есть почему вы здесь, да, скажем так, на вебинаре, именно по, ну, обзору методических рекомендаций? Пока вы будете думать, я буду очень благодарна обратной связи от вас. Сейчас, если вы кратко напишите, да, то есть с какими трудностями вы сталкиваетесь, и на какие вопросы я могла бы ответить. А я пойду с вами делать обзор дальше. Итак, смотрите, в прошлом году вот в рамках реализации стратегии повышения финансовой грамотности на уровне правительства были утверждены, ну, как бы, созданы, они, в принципе, были, уже работали эти центры, но они были официально утверждены и созданы федеральные методические центры по финансовой грамотности. Ну, например, Федеральный методический центр Высшей школы экономики, сайт здесь, ссылочка на сайт, и в чат я вам бросила ссылочку, он работает с 2016 года. Но вот по проекту повышения финансовой грамотности Минфина, а в рамках стратегии, да, начал работать с 2017 года, и с 2021 года, ну, работает в рамках государственных программ. То же самое и с другими центрами. Они все работали. Так вот, педагоги дошкольного и школьного образования ориентируйтесь вот на Центры высшей школы экономики, РАНГС, педагоги высшего образования на федеральный центр, который создан на базе МГУ имени Ломоносова, и там есть и повышение квалификации, да, то есть через вот региональные центры можно на сайте зайти посмотреть, там, я думаю, есть разделы. Ну, и когда мы говорим о повышении вообще финансовой грамотности, мы говорим о взрослого населения. Ну, обращаемся к центру, федеральному центру на базе финансового университета. Кроме этого, сейчас на территории нашей страны действуют вот эти, ну, скажем так, общероссийские направления. То есть у нас есть ассоциация развития финансовой грамотности, я думаю, вы следите за информацией. И курсы, и волонтерское движение, и методические семинары есть на сайте ассоциации. Есть проекты Банка России, это портал финансовая культура, и дни финансовой грамотности, я думаю, школьные учителя тоже знакомы с этими направлениями, то есть где можно подключиться целым классом, зарегистрироваться на онлайн-лекцию. Это вот дни финансовой грамотности, выбрать из расписания. Сейчас уже второй семестр заработал этих лекций, и получить сертификаты в прохождении лекций. Это портал «Мои финансы», который, ну, как бы, скажем так, реорганизовался из портала «Дружи с финансами», то есть вот этот проект Минфина. Сейчас это портал «Мои финансы», который курирует тоже Минфин, но в рамках Минфина создали институт финансовой грамотности на, вот не ФИ, да, институт финансовой грамотности. На портале информация и для педагогов, и региональные практики, и для обычного человека, трекер финансового здоровья. Вот смело заходим и изучаем. Огромный пласт информации. Портал «Хочу, могу, знаю». Здесь накоплен тоже огромнейший опыт. И для педагогов есть раздел, да, и для школьников есть раздел. И видеопрезентации, и комиксы, и сценарии различных занятий. И образовательный проект ПАК тоже здесь, особенно для педагогов-предметников, будет интересен тем, что здесь есть и раздел литературы, финансы в литературе, и раздел финансы в истории, и еще много-много других различных проектов, но я назвала здесь самые основные. Так, вот я вижу, пошла у нас с вами обратная связь. В детском саду воспитатели не в теме. Ну, действительно, для воспитателей нужно будет проводить отдельные мероприятия, да, то есть по знакомству, смотря какая программа у вас закуплена, да, знакомство с этой программой. Но я все-таки говорю о том, что так вот для дошкольников, для дошкольников очень много игр. Просто нужно, ну, как бы знать, да, то есть отдельно играм мы еще посвятим, я думаю, следующие вебинары в этом учебном году. Да, вот Татьяна говорит, что для себя. Ну, я как вот с вами сразу честно делюсь, я всегда начинаю с себя, да, то есть вот где у меня болит, скажем так, да, то есть где у меня проблемы, какие у меня проблемы, чего я еще не знаю. И ежедневно, вот ежедневно, потому что это наша с вами жизнь, мы изучаем огромную массу вопросов, связанных с финансовой грамотностью. Ну, и сейчас давайте, тогда у нас время как раз осталось, давайте теперь кратко по структуре вообще отдельно сегодня кратко затронем детский сад, школу, и я дам ссылочку на среднепрофессиональное образование, куда вам тоже обращаться. Выше, педагоги высшего образования, пожалуйста, у вас есть федеральный методический центр МГУ, там огромная масса информации. И сейчас еще отслеживайте, пожалуйста, на уровне страны и на уровне регионов, что у нас есть. Во-первых, кроме федеральных методических центров в регионах, в каждом регионе уже отчитался Минфин, что 100%, да, практически в этом году, ну, тенденции к 100% принятия стратегии развития, развития финансовой грамотности в каждом регионе. И в каждом регионе есть центры финансовой грамотности, региональные центры финансовой грамотности, в каждом регионе есть институты регионального развития образования, в каждом регионе есть методические центры по финансовой грамотности, Вот в рамках разных, ну как бы эти центры созданы. То есть, пожалуйста, вот эта вся инфраструктура, она создается, она постоянно преобразуется, она растет, ну как бы усиливается, и я думаю, что для педагогов очень сильная поддержка будет от федеральных методических центров. Не теряйтесь, ну как бы добавляйтесь в группу, там в конце была ссылка на мои группы, и в группах я совсем скоро, сейчас пока не буду давать ничего говорить, но совсем скоро я сброшу информацию именно для педагогов, куда они могут пойти и уже как бы участвовать в таком педагогическом сообществе. Итак, для дошкольных педагогов, вот здесь я ссылочку даю, я взяла ссылочку из методических рекомендаций Министерства просвещения. Вот, ну как бы перечень, да, основных тем, что изучается в детском саду. В метод-рекомендациях есть прям табличка по направлениям, что мы изучаем в детском саду и на каком уровне мы это изучаем от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет. Здесь я взяла, ну такие общие темы, говорим о труде, да, то есть вы об этом говорили все время, вы об этом, вы этому учили детей, труд, профессии, что создается в результате труда, что труд нужно ценить, что деньги просто так не зарабатываются, да, с неба они не сыпятся. Здесь в любом случае это все уже было в жизни педагога, не надо пугаться вот этих слов финансовая грамотность, мы просто примеряем это на, ну как бы нашу жизнь, перекладываем вот эти компетенции финансовой грамотности, то есть знакомим с видами денег, причем я за то, чтобы знакомить, начинать, вот здесь вы, коллеги, как раз таки делитесь, что закупаете там магазины и так далее, ну еще повторюсь, я на каждом вебинаре почти говорю, что можно просто купить, ну я не знаю, набор вот этих денег и монет, ну в зависимости от возраста, не для трехлетних, конечно, детей, чтобы безопасно было, да, ну от 5, там 6 лет, тем более можно вот эти наборы и различные игры магазинов, ну можно вот самостоятельно придумать, можно использовать из того, что уже есть. Вот тема четвертая, тратим разумно, сберегаем и экономим, очень грамотная тема, она проходит через все уровни образования финансовой грамотности, то есть это личные финансы. Мы как бы говорим о потребностях, да, то есть что нужно и что хочется, да, и чем они отличаются, тоже можно разыгрывать абсолютно в разных вариациях, и через сказки, и через игры, и просто через какие-то познавательные уроки. Тема пятая, шестая, седьмая, здесь уже как бы идет более старший возраст, это как раз-таки темы, которые от 6 до 7 лет в метод-рекомендациях описаны, то есть что такое долг, нужно ли занимать, в каких случаях занимать. Но еще раз говорю, не забывайте вот о той статистике, которую я сегодня показала, что как раз-таки наша с вами работа направлена на то, чтобы донести семьям вот эти общие, скажем так, принципы, что сначала нужно все-таки оценивать свои силы по поводу отдавать долги. То есть, да, мы хотим очень многого, сейчас рынок потребления и маркетинг на уровне уже нейромаркетинга направлен на то, чтобы нас все время стимулировать на какие-то спонтанные покупки, да, причем сейчас не надо даже в магазин ходить, заходи, пожалуйста, в онлайн, тебя реклама догоняет, ты о чем-то только подумал, шепотом произнес, тебя уже таргетированная реклама, контекстная реклама догоняет повсюду, и маркетинг работает на то, что купи, купи, купи. А у человека прежде всего в мозгу, да, если мы начинаем этому человеку об этом говорить с самого раннего возраста, с шести лет, там, с пяти лет, о том, что кроме хочу, есть еще нужно, да, то есть сначала вот это нужно, то есть разумно мы подходим к покупкам, мы их планируем эти покупки, особенно крупные покупки, и тогда и меньше истерик у детей будет. Ну, то есть родители тоже увидят, что вот эти основы финансовой грамотности, они идут на пользу всем, вот если мы их с этих позиций, ну, скажем так, доброго и разумного преподаем. Поэтому здесь как бы вот основные темы, все это прописано в метод-рекомендациях, вот здесь я ссылочку делаю даже на страницах, где вы можете литературу и информационные ресурсы. Это вот в метод-рекомендациях сделан такой общий обзор базы, которая накопилась до, скажем так, 2019 года. Более новое, это вот я ссылочку прям из метод-рекомендации тоже вам даю. Что более новое у нас есть? Смотрите, мы говорили о программе Банка России, финансовая культура, ссылочку я вам здесь даю. Вот, я очень рада, что я каждый раз на вебинарах вот это слышу и хочу достичь такого уровня, когда педагоги, придя на вебинар, скажут, «Да, Юлия Николаевна, нам уже у вас делать нечего, и мы уже все и так знаем». Поэтому я вот и добиваюсь вебинарами именно просвещения такого общего обзора материалов, которые уже накоплены. Их очень много, этих материалов. Сегодня, я думаю, тоже новенькое вам чуть-чуть подкину. Итак, смотрите, финансовая культура, проект Банка России, есть отдельно, вот обратите внимание, вот здесь преподавательская выделена, вы в нее заходите. И вот такую картинку вы видите. И здесь, обратите внимание, вы видите от дошкольников до педагогов вузов и посетителей библиотек, и предпринимателей, и детей-сирот. То здесь, если вы в этот раздел, вот здесь у меня я учу дошкольников, видите, раздел открыт. Если я стану на школьников, там выпадет другая ссылочка, и там будут учебники для школьников, которые разработаны по финансовой грамотности, и учебник по математике с задачами по финансовой грамотности. Очень огромная копилка у Банка России вот этих материалов. И здесь же для студентов вузов ссылочки, и для студентов колледжей, как раз вот эти сборник методических рекомендаций для педагогов вузов и для студентов вузов. То есть вы заходите, и тот раздел, который вам нужен, вы здесь для себя находите и изучаете. Ну вот я на примере дошкольных педагогов, да, то есть есть разработанная Банком России и Министерством образования программа, и я думаю, что вы с ней знакомы, и многие садики уже внедряли эту программу и внедрили, потому что она уже несколько лет назад, то есть это в 2000, скажем так, боюсь ошибиться, в 2018, кажется, год экономического воспитания дошкольников. Причем ее можно скачать, да, многие получили от Банка России и в печатном виде. Сборник для педагогов методических материалов и сборник демонстрационных материалов для детей, там, красочные материалы. Это все можно скачать и познакомиться, если вдруг кто-то еще не знаком. Еще ряд программ, да, и учебно-методических комплектов. И вот здесь, смотрите, для дошкольников на Яндекс.Диске различные игры. Кроме этого, так, коллеги, кажется, Феда не дала ссылочку. У нас есть фонд от Банка России, есть фонд «Вклад в будущее». Вот на сайте этого фонда огромная тоже коллекция по финансовой грамотности. И там для детей, кажется, от 6 лет до 8, где-то примерно, есть курс «Юный финансист». Вот посмотрите, сейчас ссылку, вот боюсь уже с интернетом здесь отвлекаться, ссылочку, если напомните мне, если вы в группе, у меня в группах, то напомните, пожалуйста, ссылочку я тоже добавлю. Есть курс «Юный финансист», там с презентациями, с сценариями проведения, очень интересный курс, рекомендую, да, если для дошкольников, если кто-то не использует вот эту парциальную программу, можно использовать этот курс. Почему вам можно использовать? Потому что у вас строго не прописано во ВГОСе, как это использовать, да, у вас есть метод рекомендации, есть обзор практик, и вы, в принципе, можете это все включать. Что еще новенького появилось? В проекте «Мои финансы», то есть Институт финансовой грамотности НЕФИСа, собрал вот такие региональные практики. Обратите внимание, здесь эти практики собраны из основных регионов, ну, лучшие практики, скажем так, да, то есть лучшие региональные практики, вот по этой ссылочке пройдете, можете скачать этот каталог, и в нем вы найдете и для вузов, и для школ, и для дошкольников, и, ну, реализация вот инициативного бюджетирования, как проходит. То есть все самые лучшие практики, которые были, вот они в этом каталоге 22-го года собраны. Это то, что есть новенького, да, то, что появилось новенького. Ну, и вот для дошкольников, смотрите, я зашла на Омскую область, программное методическое обеспечение для дошкольного возраста Омской области. Вот здесь ссылочка на этот, опять-таки, каталог, а вот здесь ссылочка, так, сейчас, секунду, внизу я ссылочку прикладывала, ссылка на вот эту региональную методическую копилку. И здесь, обратите внимание, то есть собраны практики уже по различным направлениям развития детей, то есть физическое развитие, социально-коммуникативное, речевое развитие, культурное развитие. То есть вот эти практики обзорно здесь собраны, то есть можете зайти, познакомиться, я думаю, что будет интересно. Так, по литературе, ее огромное количество, этой литературы, и для дошкольных в том числе. Ну, здесь по литературе я очень много обзоров делала в предыдущих вебинарах, и у меня в группе очень много обзоров различных книг. Если вы спуститесь, ну, конец прошлого года, начало этого года, а если спуститесь вообще к постам за весь прошлый год и позапрошлый, то там очень много практик тоже было, отдельными постами обзоры были. Здесь останавливаться не будут. То есть для дошкольных педагогов, так, мало игр, вот еще раз говорю про игры, ну, не тема моего сегодняшнего вебинара была, да, то есть давайте мы игры, обзор сделаем тогда в следующих вебинарах, либо возвращайтесь к тем вебинарам, которые были, кажется, в прошлом летом, в июне, в мае прошлого года, вот обзоры игр точно проводила. Так, что у нас еще, я чат сегодня плохо отслеживаю. Для начальной школы, да, тоже очень много проектов, сейчас мы перейдем. Итак, смотрите, для школьников, куда я вас направляю? Если вы хотите, ну, как бы повысить свою финансовую грамотность, вот еще раз говорю, идите, не ошибетесь, Федеральный методический центр по финансовой грамотности Высшей школы экономики, там сейчас программы, прямо на вот этой, вот когда заходите, прямо на самой первой страничке. Во-первых, презентация, видеопрезентация программ по финансовой грамотности, да, фонд Диана Степанова, фонд Сбербанка «Вклад в будущее», да, 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 вот этот фонд. Так, дальше, смотрите, есть уже разработанные, апробированные учебно-методические пособия для вторых-четвертых классов по финансовой грамотности. Заходите вот на школу вашей финансы, там можно даже гостям зайти, можно все скачать, можно через какие-то проекты заказать печатные виды, но это будет уже печатное, понимаете, да, что это все за деньги, и это только, ну, строго в каких-то там рамках каких-то программ заложено по регионам, но, думаю, тоже можно уточнять. Финансовую культуру мы упоминали, проекты ПАК упоминали, то есть там и видеопроекты, и отдельно разложенные смешарики, да, то есть вот этот мультфильм именно по финансовой грамотности с методическими рекомендациями у них на сайте есть. Ну, вот как бы лекции для школьников, там идет самое раннее, вот все-таки с шестого класса, но некоторые все-таки проекты сейчас, они уже для более раннего возраста можно подключиться. Образовательный портал «Хочу, могу, знаю» очень отличные вообще есть видео, которые можно показывать в начальной школе, ну, например, благосостояние семьи, от чего зависит. Я делала обзор тоже в своей группе этого видео, и очень много репостов было. Найдите, пожалуйста, на образовательном портале, там вот видео как бы презентации, отличный материал. Так, теперь вот для общеобразовательных организаций СПО, ну, я прям сделала такой как бы скрин. Смотрите, когда вы зайдете на портал Федерального методического центра Высшей школы экономики, вот прям вот так точно тоже вкладка раскроется. Будут рекомендации по использованию ОМК, которые вот их там 83 пособия, вообще в рамках проекта «Стратегия повышения финансовой грамотности» созданы. И эти проекты у нас размещены вот на электронной школе «Мои финансы», там ссылка на предыдущей страничке. Либо вы их можете увидеть на сайте Федерального методического центра, они тоже там размещены с рекомендациями, как их использовать, как их встраивать в учебный процесс. А если вы еще и на курсы повышения квалификации от Центра Высшей школы запишите, я думаю, вам все это разложат по полочкам и расскажут педагоги. Я здесь, ну, не берусь, да, вот так глубоко вас сейчас туда погружать. Но где информацию найти, вот, пожалуйста, заходите. И есть, смотрите, там есть, кроме этого, куча других разделов на сайте и видео-лекции для, ну, скажем так, освоения именно своей личной финансовой грамотности и с точки зрения, как преподавать финансовую грамотность. И отдельные открытые уроки есть. Ну, то есть, побродите, пожалуйста, по сайту Федерального методического центра. Ну, вот они, то, о чем я говорила, рекомендации, да, то есть базовые УМК, которые на уровне России, как их внедрять в программы финансовой грамотности. И еще в дорожной карте написано, что Министерство просвещения все-таки издаст какие-то дополнительные методические рекомендации по включению финансовой грамотности, вот как раз-таки в соответствии с ГОС, да, что прописано у нас в математике и в окружающем мире, то есть как это все включать в программы, которые в обязательном порядке с 1 сентября 2022 года уже должны быть, да, то есть по новым стандартам. Так, первые и четвертые классы, ну, так я кратко, да, то есть чему учить? Да, в принципе, всему тому же самому, но подключаются уже в обязательном порядке в окружающем мире, у нас там есть раздел включения основы финансовой безопасности, личных данных, да, персональных данных и вот это безопасное совершение финансовых операций. Что совершают школьники? Ну, какие-то покупки. Вот я на этот вопрос не могу, Ольга Явлентьева, ответить прямо вот 100%, но я думаю, что огромным плюсом будет повышение, ну, как бы пройти все-таки эти курсы повышения, тем более, что в рамках, ну, вот учебного года до сентября там вот федеральный центр высшая школа экономики, я знаю, 100% проводит эти курсы, по регионам можно подключаться через регионы, включаться в эти группы, можно попробовать через сайт, сейчас там как раз объявлен новый набор по обществу, знанию и по истории, кажется, учителям истории. Так, итак, смотрите, и что еще включено, вот, в обязательное изучение, это, ну, такие элементарные знания по математике на уровне, да, первых-четвертых классов, но еще раз говорю, вот, вы можете найти по математике, это введение в финансовую грамотность для начальной школы от Банка России, учебное пособие, заходите на финансовую культуру, выбираете, что вы для школьников, да, то есть и находите там все вот эти методы рекомендаций, которые можно скачать с разработанными задачами, заданиями, с рабочими тетрадями, с методичками для педагогов, все это можно скачать. Для обучающихся, ну, кроме, смотрите, это основы финансовой грамотности, а есть отдельно еще по математике, да, то есть первых-одиннадцатых классов. Вот я том первый, здесь для первых-четвертых классов, то же самое есть для старших классов. И мы говорим о том, что вот эти учебно-методические комплекты, может быть, во многих школах уже есть и в печатном виде, я думаю, что Министерство просвещения все-таки, наверное, озаботится и будут эти пособия в печатном виде. Школы предоставлены, ну, именно как в обязательном порядке, когда уже 100% перейдем на новые в ГОСы, может быть, новые пособия, сейчас и новые курсы и пособия разрабатываются, поэтому здесь только отслеживать информацию. Да, вот коллеги здесь, Ольга делится, что прошла обучение в Московском центре, да, по финансовой грамотности, детьми с пяти лет. Ну, смотрите, с пяти лет вы возвращаетесь к метод-рекомендациям Министерства просвещения, да, сначала их изучаете, официальная программа Банка России, ну, это две таких вот огромных. Ну, и все-таки я бы рекомендовала вот Сбербанк, вклад в будущее, курс «Юный финансист» посмотреть, так, еще что можно, смотрите, еще отличное пособие, оно издано очень давно, это пособие Евгении Блисковки «Дети и деньги». Ну, я тоже обзор делала, ссылку сейчас недавно, оно тоже в электронном виде доступно, отличная книга, ну, вот такая элементарная финансовая грамотность, вообще с позиции даже там больше родителей и дети, да, но я думаю, что для преподавателей тоже важно с этим познакомиться. Так, что у нас еще есть? Из четвертого класса мы говорим вот об этих ОМК, которые уже пробированы, прошли обзор вот на сайте высшей школы экономики, на сайте электронной школы, это мы говорим об одном и том же, то есть об этих пособиях. Здесь есть ОМК по финансовой грамотности для младших школьников, то есть четвертый класс, обратите внимание, что все эти ОМК включают еще и материалы для родителей, то есть о чем мы говорим, о том, что мы не отрываемся от родителей. И, ну, вот как бы на мой взгляд, любая методика, любая программа финансовой грамотности, особенно младших детей с пяти лет, должна начинаться все-таки с анкетирования и родителей, ну, и детей, да, и уже отталкиваясь от этих базовых знаний, ну, как бы педагог разрабатывает программу, ну, и от своих компетенций, от своих целей разрабатывает программу, что он включает, да, то есть что он будет использовать в своей деятельности, как обучать детей. Говоря о, вот, младшие школьники, еще дополнительные, да, здесь ссылочки, но уже не буду останавливаться, картотега игр, видите, здесь я тоже попыталась вам сбросить. Теперь мы говорим, финансовая грамотность для школьников пятых, седьмых классов, это как раз вот в ГОС, который с первого сентября будет в обязательном порядке включено, здесь уже более, как бы, такие знания, ну, во-первых, о благосостоянии, это в географию включено, дальше мы говорим о математике, дальше усиливается. Так, пока для курсов для воспитателей, ну, вот, к сожалению, я не могу вам подсказать, вот, ну, вот, ну, физически их отдельно нет, есть в отдельных регионах, ну, вот, смотрите, на сайте Федерального методического центра было, что в январе обучали, массово начали обучать воспитателей дошкол, то есть именно педагогов дошкольного образования в Рязанской области и в Московской области, ну, отслеживайте, пожалуйста, информацию на сайте Федерального методического центра Высшей школы экономики, я думаю, что такие курсы в ближайшем будущем появятся. Так, теперь для пятых-седьмых классов, ну, вот, основы рисков уже включены в программу по обществознанию, по математике более продвинутые задачи, ну, и в целом, если вот, ну, как бы обратить внимание, чему учить, здесь уже можно обратиться к рамке финансовых компетенций. Так, и УМК тоже самое, вот, УМК дальше разработаны, вот, вот эти картинки с книжками УМК, которые я привожу, они вообще комплексные, это вся программа, начиная со второго класса и заканчивая одиннадцатым классом, она разработана как единая программа, то есть если вы берете в школе эти УМК, то они будут, ну, вот, как бы, как единой такой программой со второго по одиннадцатый класс. Здесь я просто их разбила именно по классам, как они здесь проходят. По игровым технологиям, ну, небольшие тут ссылочки есть, но моя цель не была сегодня, вот, глобально с игровыми технологиями, у нас будет отдельный вебинар. Теперь, на что обратить внимание, то, о чем я говорила, и для аудита своих компетенций, и для ориентира по школьным компетенциям школьников 15 лет, да, то, что, как бы, исследуют и проверяют ПИЗа, оно, в принципе, вот это международное исследование ПИЗа 2022, оно, в принципе, ориентировано на вот эту новую, обратите внимание, это новая рамка компетенций, которая была, ну, в конце прошлого года она создана, вывешена на сайт моей финансы вот в этом году, это вот новая рамка компетенций, и чем она отличается? Тем, что единая рамка компетенций теперь разбита на четыре блока, то есть деньги и операции, ну, и вот здесь в прежней рамке компетенций это были общие знания, да, дальше управление именно личными финансами. Да, Ольга, вот делятся своей практикой, коллеги, просите у руководства, они связываются и с региональными центрами развития, и с методическими центрами. Сейчас для педагогов очень много бесплатных программ повышения квалификации, в рамках которых вы потом можете получить, вот, когда закончите, да, успешно эту программу пройдете, то можете получить удостоверение, подтверждающее, что вы прошли это обучение. Теперь третий раздел, риски и вознаграждения, ну, это уже для более старших классников, причем инвестиции, страхования, риски, они идут в банки, банковская деятельность, уже 10-11 класс в рамках отдельных профилей идут. И есть метод рекомендации для старшеклассников, можно вообще в перечне федеральных учебников поискать финансовую грамотность, а можно в рамках этой же, вот я продолжаю, УМК, вот эти 83 пособия, как их внедрять на сайте Федерального методического центра высшей школы экономики, есть рекомендации, вот они продолжаются, да, и в рамках 10-11 класса, обратите внимание, по отдельным модулям уже, профилям, то есть есть общий образовательный профиль, а есть отдельные профили, юридический, там, математический, либо уже профиль предпринимательства или собственный бизнес, банки, ну, фондовый рынок страхования, то есть это уже в рамках отдельных профилей. И там внутри, когда вы заходите, есть полный комплект всех метод рекомендаций, рабочих тетрадей, учебных пособий, рекомендаций для родителей и так далее. Вот так они выглядят, да, то есть для СПО тоже отдельно, вот в рамках этих метод рекомендаций, есть отдельное направление для среднего профессионального образования, финансовая грамотность, точно так же можно скачать и рабочие тетради, и саму программу. Про региональные центры на сайте Высшей школы экономики, ну, например, то, что я знаю, да, вот я вам сейчас ссылочку прям с сайта дам, региональная сеть, заходите, находите свой регион, и там ищите контакты, да, ну, вплоть до того, что, как говорится, если стучать в дверь, то оно, наверное, может открыться, можете написать или позвонить и уточнить, какие программы есть в вашем регионе, есть ли они, потому что не все пока региональные центры, там я нашла сайты, ну, где вывешены программы. То есть, пожалуйста, я думаю, что главное понять. Так, и еще, смотрите, есть на Я-классе 7-9 класс, и на Яндекс.Учебнике есть даже по функциональной грамотности курсы повышения для педагогов, если мы заходим на Яндекс.Учебник, там очень много курсов повышения тоже для педагогов. Коллеги, ну, вот кратко я попыталась провести, да, такой обзорный вебинар, то есть, как ориентироваться в море информации. То есть, я еще раз вернусь вот к этому нашему слайду, сейчас попробую быстрее к нему вернуться, когда мы говорим о, все-таки, ну, такой, скажем так, из нашей каши в голове мы делаем такой методический подход. То есть, исходя из вашей цели, исходя из ваших компетенций, вы разрабатываете и включаете в ваши курсы обучения уже в зависимости, да, то есть от объема информации, которую вы хотите издать. Но обратите внимание, да, то есть на все-таки жизненный путь вообще человека финансовой грамотности и ваши личные финансы, да, то есть, чем лучше у вас обстоят дела вот в ваших компетенциях, тем больше доверия вы вызываете у учеников, ну, как любой педагог. Презентацию вы можете скачать, ссылки на свои группы я сейчас вам дам и прошу отслеживать информацию для педагогов в группах. Скоро вывешу информацию, вот, куда вас могут пригласить, да, то есть вот эти педагогические сообщества, какие сейчас создаются, и как в них можно попасть. Если будет, это мы с вами в группе, потом я вам информацию эту дам в скором времени. Спасибо всем огромное за присутствие. Еще раз приношу извинения за то, что я сегодня без видео, но лучше так, да, чем с провисающим вебинаром, потому что все-таки с мобильной связи выходило. Так, ну и как бы жду вас на следующих вебинарах, и в группе, в группе я, всю информацию, вот смотрите, я стараюсь в группе тоже делать обзорную. Сейчас она больше, как бы у меня группа анонсы, потому что физически времени не хватает на, ну, какие-то мастер-классы методические, но анонсы всех мероприятий, все, что вот в стране у нас происходит по финансовой грамотности и развитию, стараюсь следить в группе вывешива. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я сейчас на вкладку «Вопросы» захожу, я там вижу только про сертификаты «Вопросы». Так, ну, как бы не вижу вопросов. Если вдруг появляются вопросы, ну, вот заходите в группе ВКонтакте, там есть даже виджет, можете через него «Вопросы». Спасибо всем огромное. Ну, и предпраздничный день. Желаю всем здоровья, отличного настроения, ну, и четверг выхода на работу, да, в боевом таком настроении. Все, всех благодарю. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!